Стратегический диалог. Сегодня в Харькове прошли переговоры президента в Украине и Польше. И эту встречу впору назвать одной из важнейших для украинской международной политики. Главу государства обсудили не только спорные моменты в истории двух стран, но и противоречия, которые возникли в последнее время. Итоги встречи в материале Светланы Шикеры. У мемориала жертвам тоталитарного режима президенты преклоняют колени, чтобы почтить память нескольких тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД. Далее встреча за закрытыми дверями. Общаются с глазу на глаз, без переводчиков. Встреча затянулась почти на два часа. Президенты вышли к прессе, отменив переговоры делегаций. Петр Порошенко сразу заявил, Польша наш неизменный друг и готова поддержать в Совете Безопасности ООН предложение Украины о введении миротворцев на оккупированные территории. Мы детально проговорили координацию наших действий, в том числе и о поддержке наших спильных инициатив, о запроведении миротворцев, настоящих миротворцев, а не охранников, спостерегачев специально-моніторинговой местности ОБСЕ, которые должны работать на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а не только вверх линии заткнений. И не в последнюю очередь важны вопросы и кордона. Для того, чтобы международные спостерегачи могли бы остановить инфильтрацию российских войск и российского оружия на оккупированную территорию. Анджей Дуда подтверждает, Польша поддержит просьбу Украины ввести голубые каски. Мы с господином президентом договорились, если такое предложение поступит от украинской стороны, то Польша, будучи членом Совета Безопасности ООН, станет одной из стран, которая поддержит эту инициативу. Для нас очень важно, чтобы война у нашего соседа Украины закончилась. В ближайшее время договорились президенты в Украине и Польше создадут так называемые исторические комиссии, чтобы всевозможные споры не провоцировали конфликты между странами. Соградят и черный список лиц, не въездных в оба государства. То, что Петр Порошенко и Анджей Дуда встречались именно в Харькове, особо отметила глава Харьковской области Юлия Светличная. Сегодня мы уже приветствовали Далю Грибаускайте, президента Литовой. Сегодня президент Украины вместе с президентом Польши встречаются в Харькове. Я очень надеюсь, что Харьков станет хорошим майданчиком для понимания двух наших стран. После официальных церемоний Анджей Дуда встретился с поляками-наблюдателями ОБСЕ, представителями ООН и польской диаспоры. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.